Привет, с вами Егор Камелев. Если вы проектируете посадочные страницы в Акшуре, вы можете себе позволить отказаться от услуг дизайнера, верстальщика и программиста в некоторых случаях. Тем более, что Акшура позволяет дизайнерам развернуться и таким образом вы сэкономите денег и время и себе и вашему клиенту. Особенно, если речь идет о каких-нибудь одноразовых посадочных страницах или недолго живущих посадочных страницах под какое-то конкретное мероприятие. Сейчас у нас на экране открыт мой прототип, точнее это не прототип, это реальная посадочная страница, сделанная из прототипа. Здесь нет никакого кода, который я бы вручную в блокноте добавлял сгенерированный файл и этот прототип расположен по этому адресу. Можно уже не называть его прототип, можно называть его посадочная страница. Но здесь все довольно просто, здесь есть только одна большая синяя кнопка купить, которая ведет нас в гейт оплаты, но что если речь пойдет о форме, которую нужно заполнить, потому что когда мы говорим о посадочных страницах, мы часто хотим собирать какие-то контактные данные людей, которые сюда заходят. Для этих целей мы сделали специальную библиотеку. Сейчас я покажу вам как она работает. Мы можем зайти на sdfa.projektorat.ru, это адрес нашего сервиса, и скачать отсюда специальную библиотеку. Жмем на кнопку скачать библиотеку, сохраняем ее. После этого мы идем в наш прототип. На всякий случай я открыл тот прототип, на который мы только что смотрели. Здесь нет никакого специального кода, здесь есть только текстовое поле и кнопка «Записаться на тест-драйв», которая открывает окно «Спасибо за покупку». Для начала нам надо загрузить нашу библиотеку. Для этого мы вот в этом блоке «Libraries» жмем на этот гамбургер и выбираем пункт «Load Library». Здесь мы выбираем ту папку, в которой мы сохранили нашу библиотеку, и открываем ее. И наша библиотека появилась в списке библиотек. Вот она, sdfa.100. Единственный элемент этой библиотеки, который нам действительно нужен, это вот эта вот голубенькая плашка – init. Мы вытаскиваем ее на нашу рабочую область. Не важно, где мы ее конкретно разместим, потому что она будет невидимая, когда вы сгенерируете прототип. На этой плашке есть две текстовых строки «Name of your project» – имя вашего проекта, и «Key» – ключ. Имя вашего проекта мы вводим, какое хотим, а ключ нам придется взять. Для этого мы возвращаемся на сайт и авторизовываемся для того, чтобы получить ключ через Facebook или Google+, пока что только эти две системы. Входим через Facebook и видим кнопку «Показать мои ключи и инструкцию». Вот наш ключ, мы его копируем, «Ctrl-C», и здесь вместо слова «Key» мы его вставляем. Практически все готово. Теперь нам надо спрограммировать текстовое поле и кнопку. Но все программирование заключается в правильном наименовании, то есть нам нужно дать им определенные имена. Для того, чтобы не забыть, как это делается, в библиотеке есть две подсказки в виде кнопки и текстового поля. Мы вытаскиваем кнопку, чтобы посмотреть, как она называется. А называется она «SDFA Button». Мы копируем это название и называем так нашу кнопку, а эту удаляем. С текстовым полем та же самая история. Мы видим, что вначале мы пишем «SDFA», а дальше мы пишем любое название нашего текстового поля. Выделяем наше текстовое поле, пишем «SDFA», и в данном случае у нас это телефон. Вот и все. Этот прототип в сгенерированном виде будет работать. И если вы выложите его к себе на хостинг, и если вы опубликуете его на XShare, и даже если вы просто нажмете кнопку «Превью», он уже будет отправлять данные в SDFA. Давайте проверим. Введем номер телефона и нажмем на кнопку записаться на тест-драйв. Окей. Открываем наш сервис «SDFA», закрываем инструкцию и показываем данные. И мы видим, что данные уже пришли. Дата, время, название нашего проекта и название нашего поля и содержимое этого поля. Данные приходят в реальном времени. И работает это так. Библиотека сейчас, ну, как и сам сервис, находится в стадии бета-тестирования. Мы ожидаем, что те, кому этот сервис будет полезен, зарегистрируются и дадут нам обратную связь по ошибкам, по качеству работы и по прочим вещам. Спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.